Фанаты шахмат, фанатики Путина идут за кораблем, мы продолжаем изучать шахматы и сегодня покажу вам ловушку для начинающих, которую играет даже Хикару Накамура, Магнус Карлсон против Гроссов, против Супер Гроссов. Смотрим в чем суть, например, Конь С6, Слон З4, напали на Ф7 и вот так вот поставили детский мат. Но если сыграли Ж6, например, увидели эту ловушку, Ф3, опять-таки повторяем, нападаем еще раз, Конь Ф6 и тут лучше не играть Ж4 или же, например, Ф3, где мы нападаем еще раз на эту пешку, так как может последовать просто Конь Д4, мы вроде бы забрали, шах, король просто отходит и две фигуры висят. И одна из них упадет. Например, Ф4, так как Ф4 должен охранять и поле С2 от вилки и слона, тогда просто Б5 и черные побеждают, они выигрывают просто фигуру. Вот. Ну, давайте, это был анонс краткий, да, а теперь посмотрим, проанализируем партии Хикару Накамора. После Конь Е2, вот его партия с Шашикерианом, индийским гроссмейстером, очень сильным, Конь Б на С3, вот Д6, просто себе спокойно развиваются, играют. Ф3, откинул он слона этого, слон Ж5, куда-то выходит, А6, естественно, слонов не меняют. Конь А5 хочет разменять этого слона, Хикару не против, так как иначе, вот если бы он забрал сюда, то у черных была бы и полуоткрытая линия, и контроль над центром, там можно было бы позже толкать эту пешку. Поэтому слон Б3, черные решили все проблемы, у них два слона, есть возможность там провести Ф5 попозже, вот, С5 могут закрыть, вот центр полностью, и контролировать его. А6, Д4, отличный ход. Если пробить, тогда, естественно, вымениваем вот этих черных слонов, и Конь не может сюда отойти, так как мы два раза бьем. И поэтому получается у белых уже небольшой такой перевес. Например, Ферзь Е7, отходим, откидываем этого Ферзя, если они хотят разменяться, ну пусть. Вот, выигрываем тут пространство, рокировка, например, Конь цена Е2, вот так вот можно потеснить черных, если они отходят. Ограничиваем вот этого слона, и намечаем вот эту слабость. То есть, вскрывать линию, конечно же, черным плохо. И лучший ход, это тут будет Конь Е5, до которого еще надо сильно додуматься, да, то есть, а после Ж5 получается отличное поле Ф5 для Коня. То есть, например, одного разменяют, да, но второй станет на Ф5, и уже будет давить на вот эту слабость. Ну и дальше можно играть у них лучше. Но вернемся к партии. После Д4, черные сыграли Ферзь Е7, отводим Ферзей, как-то хочется дальше поиграть еще, да, они сразу разменяться, ничья. И у Накамуры уже перевес. Компьютер рисует полтора, плюс полторы пешки. Конь Ф4. Вот, я не знаю, почему тут он на Ф4 не играл, вообще не знаю, какой контроль партии был, может быть, это был Блиц какой-то. Вот, а тут лучше всего на Ж5 было опять-таки скакануть сюда, Конь Д на Е5. И получается, что мы два раза напали на коня, тут на слона тоже напали, то есть нельзя забирать конем, так как выиграем фигуру на связке, приходится забирать слоном. То есть, уже двух слонов у черных нет, этого слона мы подменяем, тут же 4 заткнем, ну вот давайте посмотрим. Вот так вот. Вот, линию никто контролировать не может, лучше сохранить эту ладью, для чего, сейчас увидите позже. Аж 4, вот чтобы ее поставить просто на линию Аж. Напали на пешечку Ж5, смотрим на Аж 6 тоже, и ладья Аж 1. Вот тут наша ладья может врываться и доставлять неприятности. А коня можем перевести куда-нибудь сюда, там, С4 защитить, да, и вот на Ф5 классно будет стоять конь, давить на Аж 6. В общем, у Белых хорошая игра. Так, на Камору отошел конь Ф2, то есть с Ф4, конь на Е2 ушел. Не лучшее решение. Тут опять-таки он мог уже победить. Как? Неожиданный прорыв, Е5. Если ДЕ, тогда выписываем шаг профилактический такой вот, чтобы отогнать короля, например, сюда. И слон, С5, все, получается, Ферзь тут, ну, как бы поймался, да, приходится скидывать качество. Вот, а тогда конь Ж3, конь, коня сюда переводим, в любом случае, то есть качество наше, и у нас лучшая игра. Ну, вот, наверное, какой-то блиц этот был. Потому что Хикару не замечает Е5, такого прорыва хорошего. Еще раз напоминаем, то есть мотив, мотив вот такой вот, да, и Ферзю некуда уйти. Смотрим дальше. Ферзь Ф8, конь идет на хорошее поле Ф5, ну, может пойти туда, не обязан. И сейчас опять-таки вот Хикару сохраняет своего слона, который тут неплохо таки давит, да, то есть ладью можно будет назад перевести. То есть мне нравится позиция за белых. Ферзь Ф8 хочет, может быть, все тут поменять, но, во-первых, угроза уже, конечно, есть. Конь Ж на Е2, защитили. Слон Е5. Вот, 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 выставили ладью, снова ладья вернулась на линию Аш. Ну, у черных пока все окей. Они могли держать вот Ф6, например, вот так вот было бы получше сыграть. Конь Ф6 опять-таки не точно. Почему? Конь Ж3, там, сюда, наверное, идти как-то можно. Смотрим партию дальше. Слон Д4. Нажимаем на Ж5 немножко. Ферзь Ф6. Пробили, пробили таки. Вот, есть линия Аш, но ее тоже занять мы не можем. То есть тут уже позиция уронял. Тут уже позиция уравнялась. Ладья Аш5 было бы неплохо, да, надавить. Ну, пока разменивает он. Ладья Аш5. Ну, а теперь будет либо ладья Ж8, либо Ф6. Коин Д5. И просто интересно, как ее Хикару проиграл. Позиция все равно хорошая, равная. Так, вот он не захотел разменивать ладьи, но тут уже в этом не было смысла. То есть отдавать уже линию Аш. Как-то странно. Видите, ладья заходит уже сюда, на Ф3 давит, да. Мы еще конем пока защищаем, но это уже не туда. У черных уже получше. То есть Хикару просто отдал линию Аш. И пытается тут пешками куда-то, да. То есть он хочет эту ладью использовать для атаки на короля. Ферзь Е5. С5. Такой вот подрыв. Прорыв. Пока все еще неплохо, но пешку он пожертвовал уже. Ферзь С3. Грозит вот такой вот вскрытый шаг и выигрыш ферзя. Поэтому Ф6 просто защитили. И вот тут надо было уже куда-то, наверное, отойти. Алладья С2. Это ошибка. Потому что конь А4. Сюда. Защищаем. И выменивает ладьи. Короче, да, 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 да. Тут уже плохо. За белых. Белые уже проигрывают. Шаг. Разменялись. Опять размены. Сколько не хватает? То есть одной пешки не хватает, но тут три на фланге. А эти пешки держат очень хорошо слон. Вот эти пешки тоже держат. Поэтому у черных хорошее преимущество. И вот пешки пошли. Давайте посмотрим. Опять-таки ладья тут цепляется, да, ограничивает короля. Супер. И потихонечку, потихонечку сейчас вот пойдут пешки. Поэтому Хикаро пытается тут дорваться и своими пешками начать игру. Но у него это не получится. Потому что объективно позиция просто выиграна за черных. Поэтому он скидывает. Скидывает уже тут коня за две пешки. Вернее, даже за три. И на g5 бьет. Интересно. Очень интересно. Кстати, я бы так не выиграл за черных. Потому что у черных всего лишь слон и пешка. А тут... А, ну ладно, на f3 мы отъедаем. Хорошо. Да, тогда можно выиграть. И заканчивает. Шаг, да, и забирает тут. Ну и конечно... А нет, подождите. Эта пешка упадет. Вот. Поэтому ее надо сначала защитить. Защитить. Кстати, он тут мог сходить. Да, все равно не помогало бы. Окей. И просто смотрим, как реализует. То есть матовые угрозы уже тут появляются. Поэтому приходится играть b3. А тогда аб и пешка устремляется в ферзи. Сюда шаг. Шаг. Тут грозит тоже неприятный шаг. И плюс на слона напали. Поэтому ладья c2 шаг. Король d2. И уже видно, времени не оставалось. Да, b2 это не точность. Хотя... После... После ладья b8 шаг, что у нас получается? Все равно же ее нельзя брать. Так. Смотрим. Слон b5. Сюда ферзь. Ну и все. И белые сдались. Естественно. Потому что не успели они вовремя поставить ферзя. Их сейчас заматуют. Понравилось? Ставим лайки. Записываемся на обучение. До новых встреч. До новых встреч.